Что думаешь насчет того, что Хабиб называет Путина национальным лидером? Саламу алейкум, брат. Есть новость по поводу Асланяна. Украинские журналисты хоть как-нибудь отреагировали? Уалейкум ассаляму арахматуллах. Бисмиллаху альхамду лиллаху ассалату ассаляму аля расулинлаху абааду. Ассаляму алейкум арахматуллах. Приветствую вас, дорогие друзья. Хочу начать с поздравления. Поздравляю вас, дорогие братья, сестры, с этим благословенным праздником. Праздник жертвоприношения. Да примет Всевышний Аллах от нас и от вас, наших жертвенных животных, наши благие деяния, наши айбаду в эти священные дни. Десять дней месяца Зульхиджа. Наши мольбы в день Арафа. Да простит Всевышний Аллах наши большие и малые грехи, которые были нами совершены, которые нами совершаемы ежедневно, ежечасно. Да помилует нас всех Всевышний Аллах. Надеюсь, для большинства мусульман в этом мире в эти дни, сегодня и последующие три дня, эти четыре дня считаются днями Ташрика, днями празднования в эти четыре дня. Мусульманин нельзя паститься, мы должны праздновать. Надеюсь, что у большинства мусульман будет такая возможность праздновать в эти дни. И будет более-менее мирное небо над головой. Что, к сожалению, в настоящее время является большой роскошью. Особенно, конечно, плачевная ситуация для мусульман в Газе. Да облегчит им всем Всевышний Аллах. Я христианин, 7 января под всеми постами про Рождество от мусульман были насмешки и так далее. Сегодня праздник у вас, я вас поздравляю. Ты знаешь, если есть, точнее не если, они точно есть, среди мусульман есть люди недалекие, которые будут, возможно, как ты говоришь, нам как-то надсмехаться. Но поверь мне, я бы тебе точно так же мог бы ответить. Под постами с поздравлением мусульман мы немало найдем и надсмешек, и оскорблений. Поэтому глупо сейчас подобное предъявлять. Я думаю, от меня-то никогда не слышал каких-либо надсмешек, поэтому не у меня в чате, не у меня в эфире, наверное, надо подобное писать. Давайте пишите, Тумсо, ислам же не навязанная религия, изначально все народы верили своим богам, тюрки верили в Авеста, что вы об этом скажете? Понять бы этот вопрос, ислам же не навязанная религия, так. Так, изначально все народы верили своим богам, так, тюрки верили в Авеста, так, что вы об этом скажете? Я не знаю, что мне об этом сказать, я не понял, в чем вопрос. Многоуважаемый Тумсо, я имел в виду, что ислам был навязан арабами, другим народам, в том числе и тюркам. Изначально тюркские народы верили в Авеста, в бога солнца. Так, ну смотри, что значит навязан? Вот, например, чеченцы тоже когда-то там во что-то наверняка верили. А может кто-то вообще не верил, мы не знаем, что там было раньше, но мусульманами точно мы не были, да? И в какой-то момент мы же принимаем ислам. И можем ли мы считать, что он был нам навязан? Не, мы точно не можем. Если какие-то народы, которые были, допустим, завоеваны арабским халифатом, и если ты там скажешь, что именно это является навязыванием, ну в каком-то смысле, может быть, логика в твоих словах будет. Однако сегодня проживающие на этих же территориях люди, тюркские народы, им ведь уже никто ничего не навязывает. Они ведь, допустим, если бы они хотели бы верить, как ты говоришь, в Авеста или у кого-то еще, что им сейчас мешает уйти от ислама? То есть сегодня говорить о каком-то навязывании религии, это не актуально. Те, кто сегодня являются мусульманами, являются добровольно мусульманами, они отстаивают, они горды тем, что они мусульмане. Те же, кто являются там христианами или многобожниками или безбожниками, точно так же это их собственный выбор. Никто им сейчас ничего силой не навязывает. Нет такого, что сегодня кто-то, какая-то страна там, какая-то конфессия кого-то захватила, и сила ему там навязывает свои убеждения. Такого нет. Сегодня силой навязывают, скорее, совершенно другие убеждения, и далеко это делают не мусульмане. Поэтому, я думаю, сейчас об этом говорить точно не актуально. А так, я, конечно, не предлагаю никому уходить от ислама, но никого в этой религии силой никто не держит. И если кто-то считает себя мусульманином, то он исповедует эту религию добровольно, и он горд тем, что он мусульманин. Это, наверное, не так много вещей, которыми в исламе можно легально гордиться. Легально я имею в виду без того, чтобы это было порицаемо в религии ислам. То есть, гордыня там своим происхождением и подобные вещи порицаемо в исламе, нельзя гордиться. А вот своя религия, это как раз та вещь, которой мусульманин должен гордиться. И мы, то есть, мы делаем это легально. И мы счастливы тем, что мы оказались теми людьми, которые были помилованы Всевышним Аллахом, тем, чтобы в этой жизни родиться мусульманами, или если кто-то принял ислам, то чтобы принять ислам. Так что здесь какой-то речи о навязывании точно быть не может. Кто хуже? Пьяница и развратник, который не делает намаз, не постится, но не работает на врагов Аллаха, не делает мусульманам зульм, или набожный, соблюдающий, не имеющий вредных привычек, сотрудник у Руси? Ты прям из двух зол предлагаешь выбирать. Я воздержусь от ответа, потому что ответ на этот вопрос потребует больше времени. Здесь нужно понять, работающий на УРУСе, он является ли такой человек вообще мусульманин. Короче, я не хочу в это заходить. Что думаешь насчет того, что Хабиб называет Путина национальным лидером? Ну, это очень неприятный момент. Осуждаю я это. Саламу алейкум, брат. Есть новость по поводу Асланяна. Украинские журналисты хоть как-нибудь отреагировали. Валейкум ассаляму араматулла. Реакция была таковой, что этот конкретный ролик, мы его заблокировали. Ну, точнее, я думаю, они сами его скрыли. Когда, после того, как я это опубликовал, призвал отролять жалобы на него, этот ролик исчез. Значит, я думаю, они его, скорее всего, просто скрыли. Вряд ли его заблокировали. А что касается Асланяна, нет, конечно. Ведь после этого, наоборот, эта ведущая еще раз, еще недовольная была, что такая реакция у нас была на это их совместное видео. Потому что это, когда уже сам Асланян извинялся, после извинений этого Асланяна, ведущая еще недоумевала, мол, что это за реакция такая. Поэтому, ну, и после этого он, естественно, тоже там у них в гостях бывает, высказывается. И не только там. Но само это видео мы его, в общем, из публичного поля мы его точно вывели. К тому, что мое оружие это правда, помнишь ролик, который в итоге удалили? Почему бы тебе не перезалить его? Этот ролик, я его залил в телеграм-канал свой. Почему его не залить сюда? Потому что, ну, скорее всего, его опять заблокируют. Либо мне нужно будет удалять этот большой очень момент из ЧГТРК грязный. Ну, в общем, не знаю, не вижу в этом смысла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok